Съемочная группа БН посетила новостройки северо-западной части Приморского района. В этот раз мы осмотрели дома, цена квадратного метра в которых ниже 70 тысяч рублей. Жилой квартал Каменка возводится строительной компанией «Росстрой». Жилой квартал Каменка строится в некотором удалении от основных объектов инфраструктуры Приморского района. Транспортная доступность пока тоже оставляет желать лучшего. Однако привлекательные цены на жилье являются преимуществом этого района. Работы на этом объекте ведутся очень активно. Во время нашего посещения на площадке трудились несколько десятков рабочих, функционировали сразу семь башенных кранов. Объект появился в продаже осенью прошлого года. Этот жилой квартал будет состоять из девяти панельных корпусов. В данный момент продаются квартиры в шести из них. Корпуса 5.1, 5.2 и 5.3 планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года. Разрешение строительства действует до конца 2013 года. Восьмой корпус планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2013 года. Разрешение строительства действует до августа 2013 года. На начало 2015 года, согласно проектной декларации, планирован ввод в эксплуатацию корпусов 4.1 и 4.2. Впрочем, тогда же планируют завершить и реализацию всего проекта, то есть построить объекты социальной инфраструктуры и еще три жилых корпуса. Квартиры в этом жилом комплексе продаются по 214 федеральным законам по договорам долевого участия. В жилом комплексе можно приобрести студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 27 до 88 квадратных метров. Цены на жилье приятно удивляют. Стоимость квадратного метра здесь начинается от 45 тысяч рублей. В составе жилого комплекса запроектирована общеобразовательная школа, два детских сада, а также детская полиплиника. Кроме того, застройщик хочет возвести два паркинга на 500 автомобилей каждый. Следующий жилой комплекс – «Периморский каскад» от строительной компании ИПС, расположен на улице Оптиков. Работы по этому объекту начались еще в 2008 году. Как сообщили в отделе продаж компании, в настоящее время дом готовится к вводу в эксплуатацию. Разрешение настоятельства действует до конца текущего 2012 года. Но, судя по всему, скорее всего, его введут в эксплуатацию уже в январе следующего года, потому что до конца текущего года, в общем-то, осталось всего неделя. Квартира в этом жилом комплексе тоже реализуется по 214 федеральному закону по договорам долевого участия. Он представляет собой разноэтажное здание на 8 секций. Сейчас здание уже полностью готово. Демонтирован ограждающий площадку забор, идет благоустройство территории, объект готовят к вводу в эксплуатацию. В доме предлагают квартиры площадью от 24 до 106 квадратных метров, от студий до 4-комнатных. Стоимость квадратного метра начинается от 69 700 рублей. В доме есть паркинг на 167 машиномест. Жилой комплекс «Медный всадник» строится на мебельной улице компании «Ленспецстрой». Строится этот дом, как и его сосед, о котором я расскажу позже, с 2008 года. Сдать объект планировали в конце этого года, но теперь срок сдачи перенесли на конец весны года следующего. Надо заметить, что срок сдачи перенесли уже не в первый раз. Тем не менее, квартира в нем реализуется в соответствии с 2014 федеральным законом по договорам долевого участия. Этот жилой комплекс будет разновысотным, от 21 до 25 этажей. К настоящему моменту возведены монолитные конструкции всех этажей. Ведется утепление стен и облицовка их кирпичом. В доме запроектированы студии, а также одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, площадью от 28 до 125 квадратных метров. Минимальная цена квадратного метра 65 тысяч рублей. Одним из плюсов можно отметить виды из окон. Жители верхних этажей смогут любоваться на Юнтоловский заказник и Лахтинский разлив. Жилой комплекс «Ленинградские вечера» на пересечении мебельной улицы и Шуваловского проспекта также строит Ленспецстрой. Этот объект тоже строится уже порядка четырех лет, но его, судя по всему, все-таки сдадут в эксплуатацию в течение ближайшего месяца. Тем не менее, разрешение строительства продлено с запасом до 31 октября 2013 года. Квартиры здесь тоже реализуют по 214 федеральному закону. Последний раз мы посещали этот объект в августе нынешнего года. В то время монолитные работы велись на уровне 17-21 этажей. За четыре месяца дом удалось практически полностью завершить. Только на верхних этажах осталось остеклить балконы. Рабочие приводят в порядок прилегающую к дому территорию. В доме предлагают квартиры площадью от 38 до 160 квадратных метров. Минимальная цена квадратного метра составляет 65 тысяч рублей. Екатерина Семченко, Роман Рожков и Дмитрий Маклаков. БНТВ.